Ну что ж, ваша любимая рубрика распаковка. Смотрите, сколько всего я снова напокупала. Сейчас вам покажу. Тут у меня есть товары для дома, косметика, кое-что для дня рождения. Есть одежда также. И давайте, наверное, начнем с посуды. Вот такую вот мисочку недавно купила фамилия. Стоила она 159 рублей. И, наверное, поклонники Икеи узнают эту расцветку, эту форму. У меня есть уже посуда из икеевской серии Gladelic. Надеюсь, правильно произношу или Gladelic. Вот никак не могу запомнить. Уж простите. Так вот, у меня из этой серии есть и кружки, и плоские тарелки, и какие-то овальные тарелки, и салатники. Но вот такого маленького формата пиалок, по-моему, в России не было представлено. И смотрите, как приятно найти фамилии, кое-что, чего раньше не было. Такой формат небольшой отлично подойдет для перекуса, для фруктов каких-нибудь, для мороженого. Ну или такую маленькую порцию салата можно положить. Да, я купила всего одну, и все потому, что не было одинакового оттенка каемочки у этих мисочек. То есть было, по-моему, 2 или 3 мисочки, и у всех каемки отличались цветом. А мне нужно было самый темный вариант, потому что у меня у всех остальных тарелок и кружек именно такая темная каемочка. Ну, может быть, потом найду еще одну. Не найду, так не буду расстраиваться. Одной тоже можно будет пользоваться. Дальше, следующая покупка, ага, тоже из фамилии, вот такая вот мисочка с двойными стенками девочки. Ну, смотрите, ну какая прелесть. Я знаю, что в фикс-прайсе есть похожие, но там форма совсем другая. Там форма, знаете, вот так идет вверх, а мне надо было именно более плоскую. И я нашла фамилии. Сразу скажу, дорого. Да, дорого. Прямо сама понимаю, жаба душила, но влюбилась и не смогла уйти без нее. Буду с удовольствием пользоваться. Дальше, еще одна покупка из фамилии. Это уже не посуда, это вот такая небольшая вазочка. Так, ценник. Ага, 399 рублей. Мне она напомнила вазу из H&M Home. Мне кажется, тут вообще классно будут смотреться цветы какие-нибудь. Можно сухоцветы поставить или вообще использовать как декор, ничего сюда не ставить внутрь. И так красиво выглядит. А так как у меня по всей квартире есть черные акценты, какие-нибудь детали интерьера, так что эта вазочка точно впишется. Следующая покупка из магазина Син. Наверное, если вы смотрите мои обзоры, которые я снимаю в магазинах на втором канале. Кстати, да, у меня есть два канала. Вот этот у меня личный, влоговый. Но есть еще рабочий канал, где я хожу по магазинам и показываю вам различные товары. Ссылку на этот канал я оставлю в описании под видео. Так вот, в одном из тех роликов я вам показала новинки из магазина Син. Это бывший Синсей, мало ли кто не узнает. Да, вот так переименовали. Но хорошо, что он от нас не ушел. Магазин отличный. Мне кажется, он сейчас вообще заменил H&M Home и Икею. Хотя бы частично заменил. Так вот, я нашла там вот такую вот кружечку. Ну, какая классная. Мне кажется, идеально для зимы. Для осени цвет не так, чтобы сильно подходит. Но вот для зимы идеально. Тут еще написано свитерная погода, ну или погода для свитера. Ну, короче говоря, на холода. И стоила всего 250 рублей. И как же я порадовалась, когда увидела, что эту кружку можно и в микроволновку, и в посудомойку. Часто посуда из этого магазина, из магазина Син, не подходит для данной техники. Поэтому вот обращайте внимание на значки, чтобы потом не пожалеть, мало ли что-то повредиться. Так, дальше. День рожденной штучки чуть-чуть попозже покажу. Давайте покажу вот такую штучку. Наверное, уже догадались, что это свайлберис. Помните, я в одном из влогов вам жаловалась, что, мол, у меня... Вот в этом ящике, вот в этом шкафчике очень мало места для хранения, потому что он высокий. И я хотела купить что-то вот такое, чтобы туда вставить, но потом покажу, как это будет выглядеть. И чтобы потом на этот органайзер, на эту полочку можно было ставить посуду сверху. Я там храню посуду, какие-то запасики небольшие. Вот можно будет снизу поставить и сверху. Так что будет эргономично использоваться все пространство шкафчика. Мне кажется, вообще отличная штука. Так, давайте распакуем и покажу. Вот тут, думаю, будет удобнее показывать. Это полочка, которая регулируется по размеру. То есть можно будет регулировать по ширине шкафчика. И вот даже если на максимум раздвинуть, она все равно хорошо держится. Закрепляется вот так. Вроде бы устойчивая, не особо шатается. Ну, короче говоря, нормально прижать посудой, чем-то тяжелым и вообще хорошо стоит. Эту этажерку я купила по наводке подруги. Она мне скинула ссылку. У нее дома такая же. Насколько я знаю, у продавца есть в черном цвете, в белом и в серебристом. Так что можно будет выбрать. Но обращаю ваше внимание, что я вот прочитав отзывы поняла, что многим приходит бракованная эта подставка. Например, у многих вот потертости. Я это все видела, когда получала в пункте выдачи. Вот тоже есть скол. Я это все видела, но я решила, что ничего страшного. Это будет не видно. Тем более я не хочу еще дольше ждать эту подставку. Уже хочу все организовать. И еще слышала, ну в отзывах читала, что вот эти штучки не всем приходят. Поэтому, когда будете получать, смотрите не только на царапины и сколы, но еще вот на такие силиконовые или пластиковые пимпочки. Чтобы вот устойчиво стояло и поверхность не царапалась. А так, смотрите, вообще классно. Мне, в принципе, вот такого, по-моему, размера хватит. Очень удобно, что можно регулировать по размеру. Можно не только в шкафчике, на кухне использовать. Можно даже для хранения вещей в гардеробной. Сюда футболки, сюда футболки или джинсы, например, положить. И все будет удобно. И в детской комнате, я думаю, пригодится. И в ванной комнате тоже можно что-нибудь приспособить. Можно даже сюда поставить, например, цветы комнатные. А сюда книги складывать на подоконнике. Почему бы и нет? Ой, ну фантазия вообще не ограничена. Так что, девочки, если вдруг вам такая штука понравилась, пишите в комментариях. Ссылочку вам оставлю. Вообще, я довольна этой покупкой. Стоило, по-моему, рублей 400 или 500. Но оно того стоит. Качество огонь. И знаете, как только я заказала эту этажерку, в фикс-прайсе они снова появились. Тут, конечно, другие нерегулируемые и немножко перекошенные. Причем я выбирала прям очень тщательно. Все они какие-то кособокие. Но я думаю, что это все выпрямится. Или я просто прислоню к стенке. Это тоже для организации хранения в шкафчике. Может быть, не в том верхнем, может быть, в другом. Просто для того, чтобы можно было вещи сверху и снизу складывать. Люблю я экономить место. Такие подставки уже когда-то были в прошлом, по-моему, году. Их разбирали очень быстро. Они стоят всего 149 рублей. Это недорого. И тогда я купила, по-моему, две штуки для сестры. Ей понравилось. Почему себе не покупала, непонятно. Но сейчас вот решила не дожидаться, пока их разберут. И купить. Вот такая вот коллекция в фикс-прайсе. Ну, мои подписчики со второго канала все это уже видели. Я там всю коллекцию продемонстрировала, рассказала о недостатках и достоинствах. Обязательно подпишитесь на мой второй канал, где я делаю обзоры. Уверена, что многим пригодится. Так, сейчас будет небольшая пауза в обзоре покупок, потому что я вспомнила, что у меня без дела лежит целая гора одежды, которую нужно стирать. Так вот, я решила сейчас запустить стирку. Мне тут и одежду после отпуска нужно постирать, и постельное белье, и обувь. Так что, пока я буду вам демонстрировать все-все-все свои покупки, пусть стиралка работает, и одно из домашних дел у меня одновременно делается. Сегодня у меня день уборки и стирки, но мне так не хочется тратить на это много времени, особенно на мытье обуви. Ну, не люблю я это дело. Поэтому я просто беру свои грязные белые кроссовки и отправляю их в стиральную машину. Стирать я их буду с келем от Изи Клин, потому что знаю, что он точно справится и все отстирает. Обращаю ваше внимание, что гель очень густой, а значит расход у него весьма экономичный. Гель имеет усиленную формулу и полностью вымывается из ткани, а еще дает антистатический эффект. Я стираю этим средством абсолютно все, и постельное белье, и куртки, и кофты, и даже обувь. Кстати, гель подходит как для ручной, так и для машинной стирки, и действует даже в холодной воде. Как видите, мои белые кроссовки снова белые. Заказываю я данное средство на Вайлберис, ссылку и артикул оставлю для вас в описании под видео. Так, давайте двигаться дальше. Следующая покупка у меня вот такой искусственный цветочек. Это Икея. Купила на Яндекс.Маркете. Стоил, по-моему, рублей 450. Издалека очень даже реалистично выглядит, хотя вблизи тоже нормально. У меня уже есть несколько цветочков искусственных из этого магазина из Икеи. Мне нравится, я решила добавить зеленушки еще. Я знаю, что можно посадить настоящие растения, акустики, но с моими котами это просто невозможно. Так, давайте двигаться дальше. Ходила недавно в магазин Хофф, и там в отделе со скидками увидела вот такую разъемную форму. Стоила она 318 рублей. Может быть, где-то можно купить дешевле, но тут получилось, как получилось. Увидела, понравилось, купила. Давно я хотела себе разъемную форму именно в светлом оттенке, а везде почему-то продают или какие-нибудь красные, или синие, или черные. А вот такие встречаются редко, ну или стоят очень дорого, по крайней мере, я которые встречала. Я очень давно хотела попробовать испечь чизкейк, и мне кажется, с такой формой у меня это должно получиться. Но я, по крайней мере, попробую. Помню, что много лет назад я уже как-то готовила чизкейк, но у меня тогда была обычная стеклянная форма, то есть она не разъемная была, и было неудобно доставать. То есть надо было просто из формы. А тут, я думаю, сниму кольцо, и чизкейк будет удобно нарезаться, и можно будет спокойно его есть. Так, дальше. Ну, давайте расскажу о покупках из магазина FixPrice. Моя постоянная покупка, ну, одна из тысячи постоянных покупок в этом магазине, это мыло. Не знаю, как вы, но я почему-то не могу для мытья тела использовать гель для душа, но очень редко пользуюсь. Мне все-таки нравится мыло. Не знаю, откуда у меня такая привычка, но вот мне так нравится больше. И Артему, кстати, тоже. Поэтому мы используем мыло. Вот такое из FixPrice. Ну, вообще, разное покупаю. Вот, например, еще одно я купила. Оно другое. Господи, везде шерсть, везде шерсть. Ну, сами понимаете, два пушистика, куда без нее. Вот такое мыло купила за 55 рублей, по-моему, за одну штучку. Раньше продавалось наборами, было так удобнее и выгоднее. Но, к сожалению, наборами уже не продают. Идем с вами дальше. Продолжаем мыльную тему. Вот такое мыльце я купила во вкусвилле. Очень приятный запах. Вот сквозь упаковку я понюхала и думаю, ну хочу. А так оно обычное белое, без какого-либо рисунка. А пахнет... Ой, ну не знаю, пахнет, знаете, маслом для массажа. Вот когда в салон идете и там вас маслом мажут, таким приятным каким-то древесно-травяным ароматом. Не знаю, как описать, но мне понравилось. Следующая покупка у меня, по-моему, с Вайлдберрис или Сазон, я уже не вспомню. Это солнцезащитный крем SPF 50. Вот фирма. Рудия, по-моему, называется. Это повторная покупка. Такой крем я уже брала. Такой крем я 100% могу рекомендовать. Тут приятный аромат. Это виноград. Очень хорошо ложится, не оставляет липкого слоя, не выбеливает кожу. Так что, вот, девчонки, обратите внимание, если искали хороший крем от солнца. Идем с вами дальше. Давайте покажу товары для дня рождения. Часть из них мы уже использовали для украшения квартиры, а часть у нас будет использоваться, когда мы поедем на коттедж с друзьями отмечать. Купила я вот две такие хлопушки. Это золотая, это серебряная. Почти все товары я заказывала с Озон. Если вдруг ссылки нужны, пишите в комментариях. Вот такие шары понравились. Смотрите, какие они стильные, минималистичные. Ну, прям вообще. Очень-очень понравились. Взяла для упаковки. Ну, а для того, чтобы добавить яркости, взяла еще вот такой набор. По-моему, в прошлом году похожие были в фикс-прайсе. Но упаковка другая, а вот расцветки очень даже совпадают. И знаете, я не хотела, чтобы эти шарики валялись на полу, но надувать гелием это дорого. И вообще везти за городом, мы едем очень далеко. Это все будет неудобно, машину плохо поместится. Я решила, что куплю подставки для того, чтобы сделать такие композиции. Ну, вот как вот здесь выглядит. И вот так эта конструкция выглядит. Тут есть подставка и вот такие трубы, которые собираются друг в друга. То есть они будут такие разноуровневые. Так что получится фонтан, я так понимаю. И вот есть еще крепление для шариков. То я не знаю, как получится. Там вообще было представлено два размера. По-моему, метр сорок или метр двадцать. Это метр шестьдесят. Я решила, чтобы повыше было, чтобы можно было фотографироваться на уровне лица, а не где-нибудь около ног. Купила две такие подставки. Как раз хватит для вот этого набора и для белых шариков. Еще одна покупка для дня рождения. Это набор одноразовой посуды и салфеток. Купила три набора. Надеюсь, нам хватит. Уверена, что поклонники сериала «Друзья» узнают этот рисунок, этот шрифт. Я этот сериал обожаю. И поэтому, когда увидела такой набор, решила, что все, на день рождения я хочу видеть такую посуду. Знаю, что мне, как обычно, кто-то напишет «Фу, как можно ставить одноразовую посуду на день рождения?» Надо доставать сервиз. И таким людям я сразу хочу ответить. Если на свой день рождения вы хотите достать сервиз, доставайте, пожалуйста. Я на свой день рождения хочу использовать вот такую красивую одноразовую посуду, которую не нужно будет мыть, за которой я не буду бояться, что ее кто-то разобьет, которую не нужно будет тащить куда-то далеко, она тяжелая. Все-таки одноразовая посуда в этом плане хороша. И это не пластик, это бумага, так что из-за экологии я тоже спокойна. Следующая покупка у меня из магазина «Фамилия». Это вот такой холст. Два разных размера купила. Вот такой малыш стоит 99 рублей, а этот 129. Если вы давно на моем канале, вы знаете, что я иногда рисую, вот увлекаюсь этим. У меня даже есть портрет кота, который я сама нарисовала. Говорят, что очень даже похоже получилось. Так вот, я решила, что осенью и зимой мне снова захочется рисовать. Тем более акриловые краски, кисточки, все у меня есть. Осталось вот только холст купить. И когда увидела фамилию, решила, что возьму. Тем более он много места не занимает. Можно что-нибудь симпатичное нарисовать и поставить на полку. И менять по настроению. Вы не подумайте, что я только себе, себе все покупаю. Вот, например, котикам купила две лежанки. Тут одна, потому что вторая уже на подоконнике, ею активно пользуются. Вот эту пока что не доставала, чтобы вам показать, как она выглядит. Купила на Азоне, стоила она 700 рублей. Приятно, что даже вот от такой мелочи позаботились. Как будто бы маленький подарочек распаковывала. Ну, действительно, подарок, только не мне, а котикам. Вот такая лежанка. Цвет странно показывается. Вот такой темно-серый, почти графитовый цвет. Здесь вот такой вот ковричок. Ну, или матрасик. Он достается, можно будет спокойно почистить или постирать. Здесь вот так выглядит. Кот активно уже одной из них пользуется. Пух иногда его там теснит. Пытается тоже там поспать. Но вдвоем они не помещаются. Просто уже толстопопые у нас. А вот как только я ее купила, принесла домой, распаковала. Они вообще не проявляли интереса, не хотели в ней спать. Ну, буквально через два, по-моему, или даже меньше дня все уже активно начали использовать. Теперь уже вторую поставлю. Я их купила на замену подушек, которые у нас лежат в спальне на подоконниках. У нас два окна в спальне, потому что комната угловая. И вот там на подоконниках у нас есть подушки, которыми они активно пользуются уже много лет. Но они уже выглядят не хорошо. Не коты, а подушки. Я решила, что хочу их заменить и купить вот такую удобную штучку. Это не только эстетичнее выглядит, но еще удобно котикам вот сюда голову складывать. Потому что они любят так вот развлечься и голову подбородком лечь куда-то на возвышенность. Такое часто замечала. Так что вот такие лежаночки им точно пригодятся. Вот теперь вторую положу, пусть они не ссорятся и спят отдельно каждый на своей кроватке. Вот даже не знала показывать вам, не показывать такую туалетную тему. Но просто на зоне по хорошей акции нашла вот такие вонючки для унитаза. Купила три упаковки. Тут уже две, одну достала. Она лежит в ванной. Стоила 318 рублей за 4 штуки. Это очень выгодно. Надеюсь, что еще ссылка не сгорела и акция продолжается. Если вдруг нужна ссылка, то напишите, я вам оставлю. И на этом покупки не заканчиваются. Давайте смотреть дальше. Это, кстати, моя первая покупка из данного магазина. Надеюсь, что правильно произнесу. Kitchen Land Home. Если вдруг ошиблась, поправьте меня. В своем телеграм-канале я, когда загружала обзор, спрашивала девочки, купить мне эту кружку или нет. Тогда примерно 60-70% подписчиков мне сказали, что кружку не надо брать. Она некрасивая, дорогая, стоит 700 рублей. Кошмар, какие деньги. Но, знаете, я ее взяла. А все потому, что это любовь с первого взгляда. Только посмотрите. Ну, какая прелесть. Ну, как можно было ее не взять, девочки? Серьезно. Сейчас осенью просто идеально для чая, кофе. Из нее можно даже ничего не пить. Просто поставить на полку и любоваться. Или посадить сюда какой-нибудь кустик. Короче говоря, применения много, но ее буду использовать по назначению. Буду отсюда чаек пить. Ой, как нравится. Ну, все. Осталась только одежда. Давайте смотреть. Начнем, наверное, из магазина Твое. Очень редко там что-то покупаю, потому что там в основном одежда, ну, уже не для моего возраста, что ли. В основном все такое молодежное, для подростков, для школьников. Раньше покупала там много всего. Так, во-первых, я там купила вот такой вот белый топик. Он был со скидкой. 499 рублей. Вот такая тут надпись. Хорошая атмосфера. Ну, только хорошая атмосфера, ну, или только хорошие вайбы, как сейчас говорит молодежь. Хотя, в принципе, я тоже молодежь. Ну, ладно. Вот такую маечку купила. Очень понравилось. Это хлопок, врубчик. Вообще, вот такие вещи врубчик именно в Твое очень хорошего качества. Я там майки покупаю, наверное, уже лет 10, если не больше. Очень часто покупаю. Служат они довольно долго, так что могу рекомендовать. Мы тогда ходили в магазин с сестрой в Твое. И там купили ей вещи, мне вещи. И там была акция, по-моему, 4 по цене 3. И потом я добрала вот носочки. Так как торопилась, не могла уже что-то примерять, вещи выбирать. Поэтому около кассы взяла носочки. Вот такие Артема. С пивом, с хот-догами. И себе вот такие на осень. Очень красивые расцветки. Они стоили 399, по-моему. Да, тоже. Короче говоря, какие-то из носков мне достались бесплатно. А помните, я как-то зарекалась новые носки покупать? Да-да, помню, было. Я говорила, что у меня носков полно-полно, и мне больше не надо. И смотрите. Я еще в синю купила вот такие вот беленькие. Для того, чтобы носить с кроссовками, с белыми. Чтобы их не было видно. Упаковка из пяти пар стоила 350 рублей. Но вот эти у меня просто как расходники. Летом улетают. Я их занашиваю до дыр, выкидываю. Зашивать не вижу смысла. Потому что занашиваю, ну, прям очень сильно. Вы знаете, что я хожу очень-очень много. Вот так что про запас, надеюсь, хватит все-таки надолго. Теперь носков у меня очень много. Теперь уже все, Надь, хватит покупать. Но боюсь зарекаться, потому что в фикс-прайсе обычно осенью и зимой появляются какие-то бомбические носки. И я обязательно их покупаю. Так, тут у меня осталось две покупки с Wildberries. Ой, вообще какой-то серый оттенок, кажется. Но это белая футболка укороченная. Она стоила 500 рублей. Я ее купила, чтобы носить с джинсами и с шортами с высокой талией. Ну, это холодный белый оттенок, что ли, считается. Вот у меня стол желтым вообще на фоне кажется. Хотя вроде бы обычные все белые вещи, но вот оттенки отличаются. Там у продавца было, по-моему, расцветок 6 или 7, если не больше. Качество мне понравилось. Швы все ровные. Все хорошо обработано. Так что такую футболочку могу рекомендовать. И последняя на сегодня покупка. Еще одна белая вещь. Ну, просто я сейчас себе базу собираю. У меня много есть акцентных вещей. Каких-то ярких, с принтом, с рисунками. А тут вот я решила, что мне нужна еще база. Купила вот такой лонгслив. Ну, или футболку с длиннющим рукавом. Тоже беленькая. Вот этот оттенок мне даже больше нравится. Какой-то нейтральный. Стоило, по-моему, рублей 700 или 600. Уже не вспомню. Тоже все хорошо прошито. Вот название фирмы. У меня размер S прям идеально сел. Я ношу 42, иногда 44, когда хочу посвободнее. Но тут размер S сел вообще идеально. Идеально.